Дорогие друзья, всем привет! С вами канал Quest Voyage и это второй выпуск в отеле Sultan Garden. Каждый день здесь показывают, сколько килограммов еды было выброшено и просят людей быть бдительными и не брать личного. Ресторан выглядит красиво, есть вход на первый этаж, вход на второй этаж. Сейчас покажу вам обзор. Друзья, на втором этаже есть зона только для взрослых. Сюда вы можете прийти, спокойно позавтракать, пойдете поужинать. Здесь более спокойно, она немножечко находится в стороне. Сегодня на завтрак мы взяли немного овощей, сыр, омлет, болтушку. Здесь помидор, котлетки. Необычно, что на завтрак делают котлетки, обычно отделываются обычными сосисочками. Друзья, идем делать обзор обеда. Пюре, курица с овощами. Дальше просто овощи, синенькие помидоры. Здесь рыба с морковкой. Диетическое меню всегда представлено в изобилии. Рис, овощи. Вчера давали пюре, вареная рыба и, наверное, это тыква. Всегда интересная выпечка с дополнением овощей и мяса. Рис, говядина, тушеная в подливе, дальше овощи и рыба в кляре. Очень вкусная пицца. Андрей взял для себя рис, цветную капусту, спаржу. Это у нас рыба. Из овощей, перец, помидоры, сыры дают постоянно. Около 3-4 видов. Сыры здесь очень вкусные. Еще Андрей взял себе говядину. Говядина тоже очень сочная, вкусная. По меню и питанию у нас претензий нет. Готовят очень вкусно. Разнообразие есть, мясо есть, рыба, курица. Всегда все в ассортименте. Очень вкусная выпечка, вкусные сыры. Ей всегда всего хватает. Много фруктов и овощей. Для себя я взяла лаваш с говядиной и овощами. Рис, говядину тушеную, это рыба и пицца. Еще Андрей взял вот такое аппетитное красивое ребрышко с синенькими. Повара стараются. Вы можете перекосить в баре возле бассейна. Здесь есть. Да, точно, что полезно. Это там картошка фри. И еще беремензинки. Сейчас покажу, что здесь. Сосиски и кальмары. Кляре. Ребята, хочу показать детский клуб в отеле Султан Гарденс. Мне нравится, что рядом есть тень, есть пальмы, деревья, которые заслоняют деток от солнца, чтобы можно было спокойно здесь играться. Детская площадка с горками, с лестничками тоже находится под тентом. Сейчас покажу. Это очень важно. Такие безопасные качельки, сидушки. Горки для самых маленьких. Детский клуб работает с 10 до 12.45. Режим работы детского клуба. В детском клубе есть русскоязычные девочки и те, кто могут пообщаться на иностранном языке. Сейчас покажу расписание детского клуба, какая программа здесь. На каждый день в отеле Султан Гарденс продумана разнообразная детская программа, чтобы вашим деткам не было однообразно и скучно. Давайте сейчас покажу поближе, какая шоу-программа будет. Если вы заходите, остановите и подробно прочитаете. Все распределено по времени. Это очень удобно. Вы четко будете знать, со скольки до скольки заняты ваши детки и чем. Хочу показать со стороны детский клуб, чтобы вы видели, что он огорожен. Детки не поубегают и полностью находятся в такой пышной растительности. То есть в нем не жарко. Это очень правильно, потому что летом бывают очень-очень жаркие и душные дни, а когда детский клуб находится в окружении растительности, это очень хорошо. Живописная территория отеля оставит приятное впечатление о отдыхе. И, я думаю, не одну красивую фотографию. Будем в кафе очень-очень. Подходим все. Сэр, кофе, сэр! Сэр, кофе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, если вы не захотите идти через корпуса по ступенькам, вы можете спуститься по такой ровной дороге прямо к морю. Дорога ведет от теплого бассейна с горкой. Спуск не слабенький, я даже сказала бы, что крутой. Вот даже поручни достоят. По мере спуска открывается красивая панорама гор. Спуск идет вдоль корпусов. И по протяженности примерно вот такая длина. Если у вас нет желания идти пешком, вы можете проехать на автобусе. Автобус стартует от ресепшена. Мне очень нравится, что этот отель активный. Здесь постоянно проходят игры в волейбол. Дед переиграет в футбол. Здорово, что спортивные зоны находятся прямо возле береговой линии. Если посмотреть направо, там уже море. И немного левее от футбольного и волейбольного полей находится вот такая приятная аллея, по которой очень удобно гулять с колясочками, если вы приехали с маленькими детками. Вот эти очень красивые номера с видом на море. И как раз вот мы подсекли автобус, который курсирует. Вот его видно, голубой. Возит людей. Если у вас дальний номер, можете подъезжать на автобусе. Он стартует от ресепшена. И вот так вот вдоль берега. За территорией постоянно ухаживают садовники. Территория ухоженная, красивая, особенно ярко выражена. Вот эта территория возле моря. Очень красиво подстрижены кусты, много цветущих растений. Здесь очень приятно прогуливаться днем, утром и вечером. Я думаю, если вы будете приезжать сюда летом, здесь вообще будет замечательно гулять. Зимой ближе к вечеру уже, конечно, немножко прохладнее. И хочу немного поговорить о погоде. Напоминаю, сейчас январь месяц, сегодня 3 января. И сегодня очень солнечный день. Очень тепло, комфортно гулять. Мы ходим в шортиках. Вчера была погода более прохладная, была пасмурно. И днем вот я одевала более такие плотные вещи, хотелось накинуть какую-то кофточку. Вечером вообще мы гуляли в куртках. Сегодня, думаю, будет более теплый день. И можно будет вечером тоже гулять без теплых вещей. Но повторюсь, если вы хотите брать какие-то наряды, там платья вечерние, да, то будет прохладно. Учитывайте, что все-таки это зимний месяц. И берите что-нибудь с собой теплое обязательно. Сегодня 5 января. Наташа идет заплыв. Одевают гидрокостюм, ласты, маски. Гидрокостюм на самом деле на всякий случай. Потому что, в принципе, сегодня очень теплая погода. Ветра нет. И такое полное синее море. Видно, что волн нет. Пальма не шатается. Тоже посмотреть туда, на сушу. Устойчивый понтон с устойчивыми и скользкими ступеньками. Это тоже важно. Детям будет очень удобно по ним спускаться. Сначала водичка кажется прохладной, но потом привыкаешь. Очень замечательно. Если вы едете зимой с маленькими детками, покупайте им костюмы, будет очень тепло. Друзья, на этом второй выпуск у отеля Sultan Gardens подошел к концу. В скором времени ожидаем выход третьей серии у этого отеля. Она будет не менее интересная. Поэтому будьте с нами, не переключайтесь. С вами канал Квест Твояж, Наталия Андрея. Если вам были полезны наши видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал с колокольчиком. И будете первые узнавать о обновлениях и о выходе новых видео. Спасибо за просмотр. Всех целуем. Пока-пока.